Если мы посмотрим на динамику евро к доллару, что происходит на фоне так называемых торговых войн и геополитических неуреистов, мы увидим, что особой волатильности нет. За 12 месяцев курс практически не изменился, всего лишь 3%. О том, что будет дальше, мы поговорим с Артёмом Мобиновым, ведущим аналитиком групп компании Телетрейд. Артём, здравствуйте. Даниил, добрый день. Артём, не подскажете, на что обратить внимание на этой неделе? Отчёт по занятости прошёл, а вот в четверг выйдет отчёт по инфляции. Насколько важны эти показатели для динамики валютных рынков? На самом деле показатели очень важны. Вы правильно сказали о взаимосвязи уровня безработицы и зарплат. Федрезерв продолжает верить в кривую Филлипса, которая как раз подразумевает при столь низких уровнях безработицы значительно более сильное инфляционное давление, ну и в первую очередь через рост зарплат. Вот этого роста зарплат мы как раз не увидели, но при этом погода ожидается в годовом выражении как раз СПИ в районе 2,2-2,3%. Что, конечно же, выше мандата ФРС в 2%, однако члены ФРС уже немножечко начинают указывать о так называемой симметричной цели по инфляции. Она довольно долго была ниже 2%, и незначительное превышение не будет чем-то вот таким, зря довольно выходящим. Однако, если сойдутся несколько факторов, во-первых, зарплаты все-таки начнут догонять, согласно кривой Филлипса, уровень, к которому они бы стремились, это как раз выше 3%. А также базовая инфляция, если она у нас перешагнет, уровень где-то 2,4%, может быть 2,5%, это, конечно же, заставит ФРС предположить перегрев рынка труда и значительно более быстрый цикл повышения ставок. На текущий момент декабрьское повышение учитывается всего лишь с вероятностью 55%, и если вероятность повышения ставки вырастет, это приведет к росту доллара по всему рынку. И здесь, конечно, это затронет и валюты европейскую, японскую иену, ну и, конечно же, российский рубль. Спасибо вам большое, Артем, но хочется только отметить, что в пятницу выходил отчет по инфляции в России, и здесь у нас 2,3%, то есть здесь мы даже чуть получше, чем Соединенные Штаты Америки, в кое-то веке такое было. Спасибо еще раз, Артем, ведущий аналитик группы компании Телетрейд, Артем Авинов, был с нами напрямую. Продолжение следует...